Генерал Хертлин, какова Ваша реакция на этот новый удар по авиабазе в глубине российской территории? Давайте называть вещи своими именами. Две авиабазы ПМ в городе Энглс возле города Сахарова, примерно в 400 километрах от линии фронта, имеют несколько важных факторов относительно того, что это была эффективная оперативная цель, теперь дважды для украинских военных, и это важно по четырем причинам. Во-первых, это показывает России, что у них нет безопасного места, и они должны защищать свои объекты, где бы они ни находились. Во-вторых, это показывает, что Украина обладает ударным потенциалом, о котором Россия не знала. В-третьих, и самое главное, Энглс-2 — это база для самолета Ту-160, который называется «мабардировщик с обратным ударом», и этот самолет имеет возможность противостоять и может запускать несколько крылатых ракет, эти ракеты, которые были запущены из-за пределов территории Украины, чтобы нанести ущерб инфраструктуре внутри Украины, и поэтому Украина нацелена сюда. Но, наконец, самая важная часть, есть сообщение сегодня вечером, что эти самолеты теперь переместились дальше на восток в России на 4000 миль от границы с Украиной. Это три часовых пояса, и если это так, то теперь эти самолеты будут использовать гораздо больше топлива и могут быть сбиты. Так что все они имеют критически важные военные значения. Тем временем у нас есть слова Владимира Путина в воскресенье, что он готов, цитата, «вести переговоры» со всеми вовлеченными в этот процесс о приемлемых решениях и, конец цитаты, в отношении войны в Украине. У вас на самом деле есть опыт, вы вели переговоры с русскими. Что вам этот опыт говорит о намерениях Путина? Вот да, я, конечно, не вел переговоров с самим Путиным, но я вел переговоры с некоторыми из его военных офицеров, типа генералов, и с некоторыми представителями его Министерства обороны. И я вам скажу, что я извлек ценные уроки. Памела, во-первых, они лгут. Во-вторых, они никогда не будут вести переговоры на равных. И в-третьих, если они наконец договорятся, и вы думаете, что у вас есть сделка, они отрекутся от этой сделки. И что в этом важно, все наши европейские верные союзники знают это. И, кажется, американцы медленно усваивают это, что вести переговоры с Путиным просто глупо, потому что он лжет, он отвлекает, и он отрекается от любой сделки, которую он заключает. Украина, как мы также указывали, призывает, чтобы Россия была исключена из ООН. Что вы об этом думаете? Да, я не собираюсь комментировать это поэм, потому что это должны решать политики. Но я также видел сообщения от репортера СНН, говорящего, что это будет очень трудно делать, потому что Советский Союз, а не Россия, Советский Союз, был одним из членов-основателей ООН. И из-за этого он был одним из пяти первоначальных членов, составляющих этот орган. Их будет сложно выгнать, потому что у них есть право вето. Они могут просто наложить вето на любого, кто попытается выкинуть их из Совета Безопасности.